Рейлвей Эмпайр 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 Целых 100 лет захватывает, получается, эта карта. Окей, в основном будут паровозики. Ну, давайте начнем немножечко попозже, да, так, чтобы совсем не заскучали мы. Нет, сильно. Ладно, давайте начнем с самого начала. Что уж тут продолжить. Да, вначале мы устанавливаем свой начальный капитал. Я по умолчанию все оставлю. Город изначальный, наверное, выберу какой-нибудь... А давайте Лондон, да, вот, чтобы по-крупному прям играть. Лондон. Конкурентов я, наверное, уменьшу количество, потому что я немного позже объясню, почему. Железнодорожная сеть реалистичная. Режим паузы давайте выберем вручную. Тоже объясню, что это за штука. Короче, давайте сразу. В этой игре можно вручную ставить на паузу, а есть режим, где ты вообще на паузу никак не можешь поставить. Игра постоянно идет, идет, идет. Ну, впрочем, ладно. Давайте обычный. Уровень игры обычный. Снегопад в клы. Вот так вот. Все, продолжить. Короче, все обычное. Сейчас выберу себе персонажа, за которого я играю. Я обычно играю за инженера. Что-то мне прям нравится за него играть. Да, почему я не снимал эту игру в течение года, и почему взялся за нее сейчас. На самом деле, я пробовал в нее играть еще на моменте релиза, и она мне не понравилась. И я, на самом деле, каждая... Да, у нас тут говорят за кадром, так что, ребят, напишите, не сильно ли я перебиваю, не сильно ли он меня перебивает, этот дядька, который говорит. В общем, почему она мне тогда не понравилась? Потому что я в нее поиграл там буквально пару часов, и я и конкуренты застроили полностью всю карту в рельсах, и уже дальше некуда было развиваться. То есть непонятно... Непонятен масштаб этой карты немножко, да? Почему... Ну, слишком он странный. Слишком он странный. То есть расстояние между городами слишком маленькое. Города, с одной стороны, слишком большие, с другой стороны, слишком маленькие, потому что станция размером с город. И, в принципе, за два часа можно спокойно исколесить полностью всю карту. Она, конечно, кажется немаленькой, но, учитывая, что я тут буду не сам, то вместе с конкурентами, я думаю, мы с этим вопросом справимся. В общем, оставляет у меня большое сомнение дизайн этой игры с точки зрения масштабности. Ну, ладно, приступим, посмотрим. Его не слышно, того дядьки. Ага, ну хорошо, я, в принципе, так и хотел. Когда остров? Ну, вот выйдет второй альф, тогда поиграем. Да, вот, в общем, мы построили первую станцию. Ух ты, сразу гроза у нас началась. Теперь, когда у нас есть станция, мы можем просмотреть, что в этом городе происходит. У каждого города в этой игре есть свои нужды. Например, в Лондоне есть пивоварня. Соответственно, на эту пивоварню нужно подвозить яблоки. Ну, наверное, это Эль какой-нибудь, да, в данном случае. И вот у нас рядом, недалеко, есть ферма. Или что это, ранчо. Мы можем его, во-первых, приобрести. Ну, потом, в будущем, да, вот, купить предприятие. Но оно стоит... А знаете, давайте, вот просто ради интереса я вот даже куплю его, чтобы вы тоже могли понять, что это из себя представляет. Аукцион. Ага, кто-то может его успеть перекупить, в том числе. Что ж, у меня этот лот не вызвал интереса. Вот. Отлично, станцию построили. И теперь для того, чтобы нам развивать Лондон, соответственно, нужно его соединить с вот этой вот фермочкой здесь, чтобы в Лондон подвозить разные ништяки. Там яблоки. И, кстати, вот рядом есть лесопилка. И, возможно, имеет смысл поставить станцию, которая соединит... Будет не вот ровно на яблочной ферме, а соединит между собой то и другое. Может быть, даже маленькую я смогу тут поставить. Но нет, маленькая, видите, не дотягивается. Поэтому ставлю большую станцию. Ну, вернее, простую станцию. И она у меня будет сразу на две фермы работать. Очень удобно. Все отлично, пол-дела сделано. И да, еще одна особенность уже конкретно моего персонажа в том, что, например... Так, я не то хотел открыть. Станция меня интересует. Поскольку я играю за инженера, то я могу строить бесплатно станцию техобслуживания на своих станциях. Это очень прикольно, потому что, в принципе, я ничего не трачу. А поезда более надежные из-за этого становятся и не ломаются. Очень круто. Дальше прокладываем, конечно же, рельсы. Ну, все как обычно, да, в таких играх. Но, опять же, вопрос больше всего по масштабу. Ну, можно даже ничего не менять. Но, в принципе, при желании можно, да, там немножко изменить кривую, по которой будут поезда проезжать. Ну, опять же, в данном случае я не вижу смысла менять что-либо. Ну, разве что можем чуточку половнее сделать. С одной стороны мы больше заплатим, с другой стороны... Ну, как-то так. Пусть будет. Все, покупаем этот путь. Но этого, как вы понимаете, конечно же, маловато будет для соединения. Теперь у нас два выхода. Мы можем построить или двухполосное движение, да, то есть провести вот так вот еще одни рельсы сразу. Но это, как правило, дорого. То есть в данном случае недорого, потому что тут расстояние совершенно небольшое до вот этого городка. Но я вам покажу альтернативу, как можно этого не делать. Хотя тут, наверное, совсем маленькая расстояние. Но в любом случае. В общем, строим какой-нибудь небольшой кусочек. Там, скажем, 75 километров длиной. Небольшой кусочек. Заканчиваем строительство. И соединяем где-нибудь тут уже рельсами оставшийся кусок. Теперь в городе для того, чтобы нормально можно было... Вот что-то с камерой случилось. Заехать на станцию. Да, ребят, извините, что я комментарий не читаю. Я хочу сделать небольшое вступление, чтобы те люди, которые незнакомы с такими играми, поняли, о чем идет вообще речь. И дальше уже будем начинать. Вот такое вот перекрестное соединение сделал, чтобы на станцию поезда нормально заезжали. И теперь самое сложное, наверное, в этой игре это расставить семафоры. Семафоры задают направление, по которым движутся поезда, и в то же время говорят поезду, может он дальше проезжать или не может. Тут и сделал так, и, конечно же, нам еще нужна башня обслуживания. Я ее ставлю, как правило, именно на таких вот местах, где есть... где поездам развернуться. То есть двухполосное движение идет, например, здесь. Здесь все, возле Лондона что-то построили. Все, ребят, всем привет. Вопрос, когда City Skylines? Да, наверное, я виноват в том, что я не обозначил хотя бы приблизительных сроков выхода следующего сезона. Я сам думаю, что он будет, ну, к концу февраля, может быть, весной, где-то так. Так, раньше, скорее всего, не надо ждать его. Ну, просто это... ну, нет смысла как бы никакого. Так, здесь я сделаю попроще. Просто вот так вот соединю, чтобы поезда могли заезжать и туда, и туда. И, в принципе, стрелки тут не нужно делать, потому что на станции, на самой тоже есть определенные светофоры, которые скажут поезду, может он проехать дальше или нет. Все, здесь мы справились. Думаю, можем покупать небольшой уже вагончик, поезд. Блин, вот из-за этого тумана ничего не видно. Да, тут погодные условия есть. Очень жесткие, конечно. Из-за этого не всегда удобно. Ну, давайте заказывать новый поезд. Я думаю, что пока что у нас выбор небольшой. Самый простой поезд. Можно нанимать персонал. Пока что мне никого не открылось, потому что никого на бирже труда нет. Ну, такое случается. Поэтому закрываем это меню и прокладываем пучку. Ух, какое оно жесткое. Вот с этой станции и едь, будь добр, пожалуйста. Но вот эту станцию пока что в автоматическом режиме. В том числе поезда можно и вручную задавать, какие именно грузы им брать. Но меня пока что это устроит. Все, поезд. Поехал. Играл ли я в OpenTTD? Я видел, как играли. Но как-то, в принципе, эта игра мимо меня прошла. Я больше люблю немного другие типы игр. По типу Railroad Tycoon. Это 2003 года выпуска игра. И на мой взгляд, она лучше, чем Railroad Empire. Ну, вот мое личное мнение. Railroad Empire отстает от нее по некоторым своим механикам. Но, с другой стороны, Railroad Empire, она более современная. Тут поинтереснее графика. Тут прикольная анимация и другие нюансы, которые, конечно же, с которыми тоже прикольно поиграть. Да, дальше у нас есть Oxford, с которым я непременно тоже хочу соединить Лондона. То, что это такое. Получается только одну станцию. Я ставлю уже средние станции сразу, потому что... Подожди. Потому что нет смысла на маленьких ставить. Все равно потом ее придется улучшать. Пока деньги есть, то можно пожировать немножко. Поэтому, конечно же, ставим Oxford вот так. Лучше недалеко от центра ставить станцию. В данном случае я поставил чуть подальше, потому что тут река и город за реку вряд ли вырастет. Как-то так. Давайте я покажу всю карту тем, кто только пришел. К сожалению, дальше отдалить не могу, но вот приблизительно тут на мини-карте вы тоже можете прикинуть, где я сейчас нахожусь, где мои конкуренты развиваются. Это вот в Ливерпуле один есть конкурент, и другой конкурент уже на территории Ирландии, в Белфасте, и в сторону раньше построил себе такую станцию. Причем большую. Я думаю, что большую он выбрал именно для того, чтобы она дотягивалась до обоих вот этих вот ферм производств. Как-то так. Так, возвращаемся на эту карту. Нужно теперь Оксфорд соединить с Лондоном. У меня вот тут двуполосное движение, и я хотел бы таким его и оставить, а дальше тут однополосным, и именно отсюда уже развилочку дальше строить. Так, ведем к Оксфорду. Вот как-то так. Конечно же, такой большой крюк меня не сильно устраивает. Наверное, чуточку захочу поправить это. Кроме того, можно менять высоту прокладки рельс, но по умолчанию мне, по-моему, поставило не такой плохой вариант. Еще нужно обращать внимание на то, что на пути может внезапно возникнуть какой-нибудь мост. Он возникает из-за того, что тут очень резкие перепады по высоте. И, к сожалению, тут нужно или строить такие какие-нибудь зигзаги, чтобы поезду более плавно было проехать, потому что не каждый поезд имеет большую мощность, и некоторые из них очень сильно тормозят на перепадах высот. С другой стороны, если это короткий отрезок, то, в принципе, этим можно и пренебречь чутка. Так, где-то тут было 3%, я видел. Да, вот 3% уклон. Что-то, мне кажется, по умолчанию было немного даже лучше, да, чем я наделал здесь. Да, вы знаете, по-моему, по умолчанию вариант был, конечно, получше. Такое тоже бывает. Так и оставим. И теперь здесь уже нужно строить немножко другие типы. Ссемофоров, которые скажут поезду, свободен ли дальше проезд. То есть это обычные вот такие вот здесь и вот здесь. Все, шикарно построено. Любопытно, но в ближайшие годы и годы лучше, чем в City Skylines ничего не будет. Ну, кто знает. Как правило, интересные проекты, их держат в тени за где-то и только за полгода до выпуска. Становится известно, что что-то появится. Какие игры ты планируешь пройти? В понедельник начнется прохождение новой игры. Ну, возможно, не прохождение. Посмотрю, как вам зайдет, не зайдет. Но как минимум пару серий будет по одной новой игрушке, которая вот буквально там релизнется очень скоро. Поэтому по ней будет прохождение. И параллельно я буду заканчивать Surviving Mars. И, как я сказал, я пока планирую ограничиться двумя играми в одно время. То есть не больше двух прохождений за раз. Ну, иначе я просто закапываюсь, и тяжело мне самому такой какой-то режим держать. Так, здесь соединяем тоже. Тут такое экономное соединение я буду делать. Так, подожди, вот построили. И теперь какие нужды у Оксфорда, у нашего? Ему нужны свинди. Внезапно, да, нужны именно свинди. То есть вот у нас есть мясо. Но не нужно путать. Мясо это не свинди. А свинди у нас вот тут производится на ранчо. Тоже можем купить сразу эту штуку себе. Можем не покупать, сколько оно стоит. Давайте сразу купим тоже. Почему нет? У нас, правда, сейчас деньги закончатся. Да, оно тоже выставилось на аукцион. И они, кстати, будут дорожать со временем. Это важно. Вот эти вот все ранчо, они со временем дорожают. Все отлично. Я просто так пока что покупаю эти ранчо. У меня нет совершенно никаких причин их покупать, кроме того, чтобы просто так. Потом уже я буду смотреть, что там более выгодно. Но я ожидаю, что вот эти вот как раз предприятия, они будут выгодными, потому что я у них сам буду закупать товары. Это, ну, очевидно. Привет, почему стрим без вебки? А нужна? Ребят, напишите в комментариях, нужна или не нужна. Если нужна, то я включу. Как по поводу Transport Fever. Может быть. Может быть. Как раз там одновременно, может быть, со вторым сезоном, с четвертым сезоном по Ситис. Будет видно. Так, тут рядом с этой фермой есть еще парочку. Да, вот, например, молочный комбинат есть или вот какая-то деревообрабатывающая продукция есть. Возможно, я смогу какой-то станции захватить сразу обе. Но это не так. А сразу три тоже нет. Ну, в общем, разработчики все это учли. А если вот эти две... То есть, смотрите, какая ситуация. Да, мне нужно прямо сейчас ставить крупную станцию, чтобы она могла соединять между собой вот эту и вот эту. Или, может быть, есть, конечно, еще один вариант. Это построить склад, который соединит сразу и город, и ферму. Но не похоже, чтобы он сюда влазил. Да, он сюда не влазит. Нет, нет, нет. Давай. Ну, что-то пока что я сотрю, что больше, как пишут, что не нужна. Давайте еще подожду немного. Так что тут придется ставить на все деньги большую станцию, к превеликому сожалению. Или же поставить несколько маленьких. Возможно, это будет дешевле. Или на месте большой поставить маленькую. Но она, наверное, не дотянется. Да. Тяжелый выбор. Кстати, еще один функционал, который есть в этой игре, это... Ух, сейчас вспомню, где же это. Компания, да, у нас есть. Вот банковские операции. И мы можем взять кредит. В принципе. Например, 257 тысяч на 100 месяцев. Да, наверное, с процентной ставкой 6%. Я думаю, что вот это наш вариант. Давайте его возьмем. Окей. Короче, взяли кредит. Это все интересно. Короче, я... На самом деле, мне этот кредит не нужен был. Я просто вам хочу показать все функциональности в этой игре, которые присутствуют. Так, конечно же, можно было обойтись спокойно и без этого. Так, наверное, как-то мы вот так будем ставить эту станцию. Большая именно для того, чтобы я мог соединить сразу два предприятия. Это на будущее, как правило, делается. Так, и от него теперь, конечно, протягиваем рельсы, пока у нас деньги есть. К счастью, к великому, мы за содержание там особо ничего не платим, поэтому можем жировать. Так, тут, по-моему, идеально прокладываются рельсы, да, между этими двумя станциями. Отлично. Правда, нет, не до такой степени. Отлично. Надо было отсюда начинать. Да, теперь это неисправимо практически. Так, а вот это я удалю. Ну, просто чтобы со средним соединялось. Так мне как-то попривычнее, немножко поудобней. Развязывает руки на будущее. Да, как-то так. Все-таки пишут, нужна вебка. Ну, хорошо, ладно. Перебороли немножко. Тогда давайте сейчас один момент. Буквально. Да, вроде бы все должно быть настроено. Сейчас проверим. Включаю. Все, ребят, всем привет. Наверное, только, значит, что сделаю. Одну секунду. Сейчас нужно кое-что перенастроить. Я настрою так, чтобы меня прям вырезало из нее. Только для этого нужно кое-чего перенастроить. Один момент. Один момент. Один момент. Субтитры сделал DimaTorzok Будем вот так, я себя вырезал для того, чтобы как-то не так много места занимать, потому что тут много менюшек очень в этой игре, и я боюсь, что буду немного выглядывать там не из того места, из которого надо Так, я смотрю, что не могу понять, достаточно ли ярко я... В принципе, мне что-то вообще не сильно нравится, как оно тут работает на текущий момент Сейчас еще фильтрики То есть, или я буду посветлее, да, совсем таким, или же потемнее, но мне кажется, что что-то среднее, может быть, подойдет для этой игрушки Да, по-моему, вот так вот в самый раз Наверное Напишите в комментариях, норм или не норм Ну, ребят, кстати, я не первый раз с вебкой уже играю Это, кто не видел новогодний, мой новогоднее поздравление, там я был с вебкой И еще одно было на стриме по Евротрак-симулятору И вот, да, это третий раз уже, третий, да, так что как бы в нижний угол Сейчас перетащим, окей, давайте в нижний угол Типа вот сюда, да, ты куда-то хочешь? Ну, наверное, да, здесь чуточку получше будет В левый нижний угол смести и норм Окей, окей, давайте так тогда играть Мне тоже кажется, что в данной игре это, наверное, лучший вариант Все, продолжаем Так, сейчас тут тоже мини-соединение у меня будет на оставшиеся деньги Хотя денег у меня вроде бы как полно, поэтому давайте чуточку тоже пожируем 85 километров Я приблизительно на 100 километров хочу отводить вот эти вот пути И здесь сделать аналогично, как в Лондоне, потому что дальше-то мы тоже будем развиваться Куда-нибудь Поэтому тут такие вот соединения, они не помешают Аж вообще ни разу Супер, супер, супер Все, отлично, ребят, спасибо большое за поправочки небольшие по размещению видео Так Нет, теперь чат закрывает вебку Короче, ребят, объясняю, в чем штука На телефонах чат отображается слева, если посмотреть фуллскрин Поэтому Ох Давайте, наверное Ну что, нормально, нет? Я думаю, что вот так прям будет огонь Ну, не знаю, напишите в комментариях, вот так вам нормально или нет Но как бы лучшее место я просто не могу придумать, потому что везде есть какие-то нюансы Ну или уже может быть Короче, ладно, на самом деле, видимо, эта игра не предназначена для стримов с вебкой Поэтому В общем, вы посмотрели Кто хотел, тот увидел Поэтому давайте пока что Прекратим Ну просто тут реально Или у людей, у которых телефон закрывает Или у людей с телефоном Чат закрывает меня Или же я закрываю Все менюшки там, которые есть в этой игре Или норм Норм? Норм? Ну давайте Окей, ладно Давайте я только еще немножко, наверное Хотя нет, нормально Нормально Пусть будет так Пойдет Даже немножко можно увеличить Типа вот как-то так Нормально Чуть побольше Ну да-да-да, я тоже чувствую, что можно Немножко побольше сделать Вот думаю, что вот так, наверное Ну вот так пусть будет Ну просто, чтобы вы видели хотя бы мои реакции Да, которые я там Как я на игру реагирую В принципе такая вот Заместили кнопочку Хе Все, нормально Поехали Так, тут семафоры я установил Дальше соединений у нас нет И пока есть деньги Нужно, конечно же, построить еще Станцию обслуживания здесь Потому что будет кататься поезд туда-сюда Вот так И, конечно же, купить сам поезд Добавить локомотив И я, по-моему, еще даже между Лондоном И этим не купил тоже локомотивчик Так что давайте Так Настроить путь Или купил Надо сейчас проверить Не бывает провал в памяти Все окей И теперь давайте посмотрим все Нет, всего два поезда Да, надо же Я забыл купить Новый локомотив Да Все закрыть И это у нас будет он кататься Из Лондона Ну, или из Оксфорда в Лондон Или как-то так Короче, будет соединять Пока что наши стартовые два города Вот сюда Все окей Огонь Свету этот паран Кстати, да Оно реально смотрится Как будто бы Ой, забыл как называется Ну, в общем, вы поняли Я не вижу кнопку паузы Ну, и в этой игре все равно Считайте, что паузы не существует Поэтому это не принципиально Главное, что всю игру видно И нормально Так, тут мы поехали Поехали сюда, да Дальше Какие города мы будем соединять дальше? Которые недалеко у нас тут Ну, а Нордгемптон На самом деле далековато По-моему, самый ближайший город Это вот есть Сангемптон И Бат Это мы можем соединить Хм, хотя Кембридж еще О, вот, давайте Кембридж соединим Правда, были бы деньги Теперь надо ждать И да, тут еще в этой игре Есть исследование Ты не понимаешь Эта кнопка паузы играет Нимб О, спасибо большое Можем сразу открывать Новые поезда Но пока что, видите Чтобы его открыть Нам нужно выучить Еще парочку Других технологий А вот этот, кстати Мы можем выучить Так, это товарно-пассажирский Этот тоже Ну, давайте вот этот Вообще пропустим И выучим, наверное, сразу В 1910 году Условно Но в этой игре мы можем Открыть как раньше Пусть так будет Пусть так будет Не будем больше менять Вот, отлично Потому что Тут слишком резкий Перепад высоты Мы можем Мы можем это немного Обыграть Например, протянув Железную дорогу Как-то Так Все еще остается Тут же мост Какой-то Один Вот смотрите По-моему Вот такой вариант Идеально, да То есть вроде бы Как и мостов нет Ничего нет И это позволило нам Сразу же сэкономить Значительную сумму На постройке Этой железной дороги Только у нас даже Ее нет Поэтому дожидаемся Надень зеленую майку Будет идеально Тут немножко По-другому хромакей Да, можем нанимать Персонал Давайте наймем Качегара И сразу его Качегара И сразу его куда-нибудь Назначим На любой из поездов Мне пока что Не принципиально Пока что Для меня важны Все поезда И да, я включил Ускорение времени Для того, чтобы У меня набралась Необходимая сумма Для прокладки Новых путей Плейс Песен С игры Делай Плейлист Песен Ага Так О, есть еще Аукционы На разные там Причандалы Увеличивает тяговую Мощность локомотива На 4% Но, к сожалению Бесплатно я это Получить не могу Только на аукционе И вот я сделал ставку Но, к сожалению Триша Джонс Это мой конкурент Перебил Мою ставку Так что Ну, такое бывает Зато ей пришлось Побольше денег выложить Вот как-то так Ну, а мы В свою очередь Ничего не выложили У меня вопрос Ты всегда делаешь В играх строительство Красиво и детально Для себя Или для зрителей Ну, конечно же Для себя Потому что Ну, как же Ну, тут Кстати, я и не могу Наверное По-другому Так оно получается И если Вебку слегка уменьшить То получается Идеальный нимб Но Это уже детали Так, 111 тысяч Отлично Можем прокладывать Путь И даже делать Прокладывать Еще Соединение Еще одно Вот здесь И да Между Вот этими Двумя станциями Будет одна Особенность Поскольку По вот этому пути Будет ходить Сразу два поезда То есть Из Кембриджа В Хилл Пролисок И из Кембриджа Лондон То я хочу построить Дополнительные Рельсы В еще одном месте Это где-то Будет ровно Посередине Ну, только не там Где такие, конечно же Резкие перепады высот А где-то В другом месте Это для того Чтобы поезда Могли разминуться На вот этом Вот отрезке Небольшом Ну, как большом Небольшом Километров, наверное Под 80 Я его сделаю Вот так Это нам обойдется В 14 тысяч Это допустимо Здесь я Сделаю Семафоры Да Локомотивы Я еще успею купить Для начала Нужно проложить Полностью Всю инфраструктуру Вот так Это чтобы поезда Могли нормально Разминуться На вот этой Вон Длинном пути Чтобы нам Не пришлось Его делать Целиком Двуполосным Такой вот лайфхак Ты по специальности Кто? Я По Закончил университет По специальности Прикладная физика Так что Ну, наверное Какая-то такая Специальность Так, денежек Давай Еще нужно 30 тысяч Чтобы поставить Башню обслуживания Но уже сейчас Я начну покупать Новые локомотивы Потому что они Дешево стоят Да, персонал Найму чуточку попозже Так, давайте Замедлим скорость игры Два локомотива Сразу покупаю Не, подожди Все, закрываем Настроить путь Выплатили Небольшой процент По облигациям Но это Это норма Как говорится Так, на эту станцию Поезд будет прибывать За яблоками Загрузка будет происходить Автоматически Да, все, окей И еще один новый поезд Сделаем Настроить путь Тоже из Кембриджа Только на этот раз Он будет идти в Лондон А Лондон у нас Вот здесь И он уже так прилично Загружен Во многом Нет локомотива Блин, серьезно Как я так сделал, а? Подожди, сейчас Что-то я немного тут Намудрил Так, отменяем Железную дорогу Давайте смотреть Список всех поездов Да, здесь почему-то Нет локомотива На ней в принципе Давайте добавим его Все Нормально Теперь настраиваем Путь странно Что-то я как-то Упустил момент С покупкой Тут Вот я признаюсь Мне не очень удобен Не очень логично Я считаю Не очень удобно Сделано меню С покупкой локомотива Для Проложения пути То есть как будто бы Два раза нужно Один раз ты покупаешь А другой раз отменяешь Какое-то такое Впечатление создается Так, новый персонал Давайте купим всех И наймем На разные поезда Потом я буду уже Главный инженер Огонь Давайте сделаем Что он дает Следит за всеми Строительными площадками Уменьшая затраты На строительство зданий На 3% То есть там новые станции Будут обходиться Чуточку дешевле Ну а найм самого инженера Нам недорого обошелся Новые технологии Доступны для изучения Нет, этот мы упустим А, не получится его упустить Ладно, давайте Открываем Этот новый локомотив Впечатляет Сезон Мутант Year Zero Уже закончился Что будет дальше Дальше я планирую С понедельника Попробовать начать Прохождение Новой стратежки Это будет стратегия Так что я думаю Вам зайдет И если зайдет То конечно же Будет по ней прохождение Признаюсь Игра реально интересная То есть там прям Ну мне нравится Поломка поезда Ну доедь Доедь уже Хоть куда-нибудь Эх ты Только что станция Обслуживания была Ладно Пусть катается И да Я хочу поставить Еще одну станцию Обслуживания Вот здесь Так тут у нас Поезд встал Потому что Мы на паузе Все нормально Да И здесь Хочу проложить Еще один путь Который будет Идти в сторону Оксфорда В объезд Вот этой вот станции То есть Это как-то Вот так он будет Проходить Дороговато Но оно того Будет стоить Ну подожди Все нормально Так как-то Вот так мы будем Это все соединять Наверное Ок Строительство И добавить конечно же Семафоры тоже сюда нужно Раз Два Жесткое соединение Конечно получается Три-четыре Все Теперь мы сможем Проложить еще один поезд Который будет у нас ходить Из Оксфорда В Кембридж Это позволит нам Развивать свои города Более быстро Давайте заодно Испытаем новый локомотив Джон Хэнкок Он не намного лучше Предыдущего Но чуточку получше Конечно Покупаем его Да Закрываем И настраиваем путь Ты у нас будешь ходить Из Оксфорда Ты Сейчас Дышишь Чего Чего Ну все люди дышат Я что-то не понимаю Вопрос Все есть Поздравляю всех с крещением Ага Там Year А не here Упс Когда Марс Завтра Марс Я даже признаюсь Я немножко увлекся Марсом И записал парочку серий наперед Поэтому Можете не переживать За счет регулярности Выхода серии по Марсу Там что-нибудь будет выходить А так Поезд Кембридж Хилл Движется по своему пути С минимальной скоростью Из-за слишком крутых уклонов Если это возможно Установите более мощный локомотив Да То, о чем я говорил Но, к сожалению Тут Ничего не поделаешь Давайте посмотрим Действительно ли он Движется с очень низкой скоростью Я бы не сказал Что это низкая скорость По-моему Скорость очень даже ничего Ну, как бы он не стоит на месте И это пока что Самый мощный локомотив Который у меня есть Так что Пусть катается Пока все поезда У меня ходят в автоматическом режиме Чуть позже Уже когда Будет получше развитие Я займусь Установкой более подробно В окне персонал Да-да-да-да-да Это все понятно Кого я могу найти Машиниста могу нанять Давай сразу куда-нибудь Иди работай А главный инженер есть Профессор Что дает профессор Он нам Дает Небольшую сумму Но при этом Забирает у нас Очки исследований Не очень крутая штука Ну, иногда нужно Иногда нужно Для того, чтобы Денежек получить Но в данном случае нет Будет ли КСП? Ну, КСП-шка Не знаю Будет или нет Шпион Во, шпион Крутая штука Давайте нанимать Конечно же Давайте на Тришу Джонс Да, она украла Там у меня технологию Я в свою очередь И у нее попробую Украсть Какую-нибудь технологию За шпиона Не жалко заплатить Поезда Перемещающиеся между городами Перевозят простые Да, тут часто Подсказки какие-то Бывает Важное, неважное Кстати, еще один минус Этой игры О, отлично Я получил как раз Ту технологию Которую она Недавно изучила В общем В этой игре Есть один такой Неприятный нюанс То, что Всякие очевидные вещи На них подсказки вылазят А на неочевидные вещи Подсказок нет И это большая беда Так, еще Персонал есть свободный Кто? Главный инженер Бандит Можем Подставить Соперника своего Давайте Протестируем Полностью все Похищение Давайте ограбим Пассажиров В Ливерпуле Вот так вот И получается Что я Таким образом Подставлю своих Конкурентов Во, новый поезд Открылся Это шикарно Джон Бул Открываем его Конечно же И мне еще Открылся скоростиметр Который я украл У Триши Это увеличивает Тяговую мощность Локомотива На 4% Это очень полезно В любом случае Вы можете Прикручивать Список поездов И выбирать Поезда из списка Да, это я знаю Там где Где Так У тебя Там на развилке Нет соединений Между пролеском И Кембриджем Есть Есть соединения Или ты имеешь Ввиду Здесь Тоже есть Все есть Нормально Почему Все нормально Кстати Я недавно Связывался С разработчиком Острев И спросил От чего Виснет сильнее Игра От количества Деревьев Или от людей Так он сказал Что точно Ответить Невозможно На этот вопрос Ну Я по опыту скажу так Что Сосин в игре много Да, поэтому От сосин Игра не виснет Они как-то без анимации Или чего-то такого А вот А на других деревьях Анимации есть И я думаю Что игра В большей степени Виснет Из-за анимаций Но анимации Соответственно Есть как на деревьях Так и на людях Поэтому Ответ Наверное Из-за того Из-за другого Или Там так Да нет тупика Нигде Где тупик Нигде нет тупика А Ты имеешь в виду здесь Ну да Здесь кстати Можно соединить Давайте Почему бы и нет Да, спасибо Это позволит Поездам Выбирать разные Варианты Для заездов Все Спасибо большое Понял Будет ли Пленет Костер Ну Может быть Будет Пока что Я еще не планирую Но все может быть Все может быть Еще персонал Зазывало Ну нет Пока что Зазывало Рано нанимать Исследование Новое могу выучить Поезд еще не могу Потому что на него нужно Три Целых шесть разных Технологий изучить Грузовой поезд Чисто я не хочу изучать Не люблю чисто Грузовые поезда Хотя они нужны Признаться Они нужны Ну давайте пока Откроем вот это Увеличивает количество Новых соискателей На 10% О Кембридж вырос Отлично Это потому что Возле него Реально много всего И рост означает Что в нем открылось Нет В нем Аж на третьем уровне Откроется предприятие Извините Обманул Но в таком случае Можно по Кембриджу Немножко ударить И соединить его Еще с чем-нибудь Например С Норриджем Семафоры поставь Возле станции Семафоры не нужны Потому что поезда Стоят на станции Сами по себе Они понимают Проводник Нанимаем Иди куда-нибудь Работай Задание Да Тут еще есть задания Я их Не собираюсь выполнять Потому что я включил Свободную игру И никакие задания Мне не интересны Конечно Если как бы Что-нибудь Конечно Смогу выполнить То хорошо Но не смогу То мне как-то плевать Хотелось бы Подключите 27 местных Предприятий К своей сети Получите годовую прибыль Короче Такое Давайте заниматься Пока что Просто О, журналист Журналист Это круто Тоже можно Давайте вот так Короче Буду опускать Тришу Джонс Не знаю Это в принципе Не сильно влияет По-моему Ни на что Ну просто По приколу Можно понанимать Так Что для начала В этом городе Нужно В этом городе Нужны яблоки Ну тут у нас Есть как раз Недалеко яблоки Отсюда я ж Не собираюсь вести Это как раз таки Я натравил сюда Журналиста Хорошо Да, давайте Для начала Норридж Соединим С яблочной фермой Мне кажется Что это важнее всего Так Постройка зданий Станция Подальше от реки Немножко Как-то так Теперь Станцию Наверное Поставлю Обычную Дождусь Пока будет Нужное количество денег Чтобы соединить Вот эти Сразу две фермы Это очень удобно будет Я наверное Достал вопросами Но очень интересно Кем ты работаешь Я уже говорил Что я к сожалению Не могу сказать Кем я работаю Потому что Ну нельзя В общем мне говорить Почему ресурсы В города не поставляешь Как это не поставляю У меня все города Обеспечены ресурсами По полной программе Можем охранника Куда-нибудь нанять И да Есть еще один Небольшой нюанс Я сейчас проложу Станцию И расскажу его Он касается Кстати видите Нам подешевле Сейчас к этой станции Прокладывать стала Работы Разных людей Между собой Они не все Могут дружить Сейчас я Проложу рельсы И более подробно На этом вопросе Остановлюсь Сколько вы хотите От меня тут 132 тысячи Это много 57 Уклоны Минимальные Я считаю Что это прям Неплохой вариант По такому соединению И практически Прямая Кроме того Так что ждем Пока наберется 57 тысяч Я пока Это меню закрою И давайте Вернемся К нашим Людям Список Поездов Да Давайте откроем Каждый из них Управление поездом А тут у нас Никого нет Вот здесь Да Например Есть у меня Люди Так Подожди 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 Ой Какое неудобное Управление Все Так Вернемся Снова В список Поездов Управление Поездом Видите У них Такие вот Появляются Иконки Типа лайки Это означает Что они Очень хорошо Между собой Дружат Что ли Не знаю А бывает Наоборот Не дружат И поэтому Нужно Стараться Не нанимать Тот персонал Который между собой Скажем так Не дружит С этим нужно Поаккуратнее Но пока что Я в случайном порядке Это расставляю Поэтому Что уже будет То будет Если игра Как правило Присылает уведомление Что Ребята между собой Не сильно там Дружат Все тут Построено И я даже Думаю что Построю наверное Станцию обслуживания Где-то вот здесь Ох как дорого Включаем игру Так ну-ка Почему именно здесь Потому что я потом Дальше этот же путь Проложу Сколько стоит 15-16 тысяч Нормально Ну Есть Этот же путь Я буду дальше Использовать И в дальнейшем Своем развитии У тебя есть Хобби Мне правда интересно Ну YouTube В принципе Это и есть хобби А что нет Мне кажется Я где-то 12 километров Ставлю тут соединение Этого хватает Чтобы быть уверенным Что они проложатся В любом случае Не забываем про семафоры Вот семафорами На самом деле Поначалу тяжеловато Может быть разобраться В этой игре Потому что Не совсем очевидно Какой семафор За что отвечает Как именно их Быстрыми клавишами Расставлять Ну В принципе норм Так пусть пока что Деньги набираются Какую Вы выберете Одну из вер Вера в демонов Или вера в императора Так Эх Не успел А у меня денег не хватало Ну К сожалению Ну кстати Я уже могу дальше Что-нибудь Да строить Шахтный ствол Это уменьшает Строительство туннелей На 8% Ну признаться Туннели Меня не сильно интересуют Потому что Я стараюсь в принципе Без туннелей строить Кочегар новый Нанимаем Модернизирую поезда Они автоматически Модернизируются При изучении технологий Нет Лондон сокращение Ууу Это плохо Давайте Сейчас В Лондоне Чуточку прибавочку сделаем Как только я тут Запущу поезд А нет Поезда не модернизируются Их нужно модернизировать Вручную Но пока что Еще рановато Потому что Значительного улучшения Между поездами Пока что у нас нет Да С Лондоном Конечно фейл Я чуточку отвлекся От него И он на меня обиделся Так тут станция И тут локомотив Сразу давайте Вот этот новый Джон Бул Купить Настроить путь И давай Вози яблоки Вот как-то так Все Отлично Давайте займемся Лондоном Проводник еще один Давай куда-нибудь Иди Лондон Лондон В чем проблема Лондона В том что его Нужно было бы Соединить Хотя бы с еще Одним городом То есть Сейчас он у меня Соединен с Оксфордом И Кембриджем Но ему этого Явно мало Угу Ему этого мало Давайте подумаем С чем я бы мог Его соединить еще Новый рекорд Джон Бул Это мой Поезд Поставил рекорд скорости Это круто Эм Так Это все я уже читал Жду пока откроется Вот эта технология Хотя бы Хотя вот Вот это тоже прикольно Уменьшает стоимость Строительства путей За исключением Мостов и туннелей На 5% Вот это стоит открыть Так что давайте Все-таки поезд этот выучим Чтобы нам открылась Вот эта вот штучка Так что тут По чату Вроде бы пока больше ничего Я смотрю С чем я могу Соединить Лондон Ну наверное С Брайтоном И с Дувром Давайте сами города Тоже изучим Что тебе нужно свинеть Есть ли свиньи поблизости Есть А Дувр Тоже нужно свиньи Знаете Это отлично Отлично рекламист Давайте Купим Конечно же В городе Нам нужно Где будет работать Рекламист А Лондон Есть Да Вот так Ух Жесть И конечно же Прокладываем Теперь станции Я думаю Что в Брайтоне Такую обычную станцию Сделаю Городской скепет Брайтона Не дает разрешения На строительство станции Поскольку Вы еще не соединили В городе Норридж Со своим родным город А где Норридж Что за Норридж А окей Окей Я как раз к этому и шел Надо же Как совпало Хорошо Ладно Давайте соединять Вообще не вопрос Так нормально Проложились рельсы Вроде бы Нигде нет никаких Ни мостов Ничего Возможно Мы могли бы Чуточку правее Прямее сделать Этот путь Потому что Как-то он совсем Криво идет 400 километров Давайте попробуем Сократить его По максимуму То есть Сделать более резкие Повороты У станции И уклон Кстати за счет этого Меньше стал 25 километров Сэкономили И я считаю Что это отличный результат Покупаем Да Теперь Получается так Что Норридж У нас будет соединен С Кембриджем И это отлично Налоги 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 Сними тот Total War Warhammer Знаешь Не планирую Вообще Не планирую Так тут Такое простое Соединение И здесь Тоже Простое Соединение Потому что Поездов Я тут Много Не ожидаю И все Получается из Норриджа Поезд поедет в Кембридж Сейчас Давайте его сразу купим Новый поезд Добавит локомотив Дервенд Это грузовой поезд Поэтому я пока что Буду использовать Джон Бул Который у меня идет Универсальный У него скорость выше И там как раз Уклонов никаких нет Особых между этими Двумя городами Поэтому отлично Будет использовать Конкретно этот поезд В данном случае И вот сюда Будь добр Приедь Все отлично Так что ты мне пишешь Кембридж Ожидает Свободных путей Окей Ладно Сейчас Настроить путь Давайте Кембридж Изменить станцию Используемые пути Да вроде все нормально И первый И второй Ну давайте второй Пусть приезжает Он более свободный Окей А в Норридже Всего один путь Он может использовать Почему А ну да Правильно Это надо поправить Поскорей Окей Все теперь поправляем Этот поезд Норридж Кембридж Да Давайте Вот редактируем Его Настроить путь Подождите Это не тот поезд Кембридж Жесть Сколько поездов В Норридж Кембридж Вот Давайте В Норридже На второй путь Поставим Чтоб он пребывал Все окей Опять спрашивает У меня кто-то Если у меня хобби Опять же Ютуб это хобби А что нет По моему Очень даже Довыберите Одну из станций Чтобы добавить Их к пути Да Это я все знаю Дурацкая подсказка Все изменения Внесены И теперь я могу Строить Станцию В Брайтоне Наконец-то Как-то так От Лондона Мы поведем Ну, соответственно В другую сторону Да, тут К гадалке не ходи Вообще Вариантов немного Так Нужно тут Очень аккуратно Будет соединить Потому что Можно Влететь на деньги Дело в том Что видите Оно как ведет И из-за этого Очень длинный Мне ставец Мост Я мост хочу Покороче немножко Но немножко Более резкий Поворот Сделаю Пусть лучше будет Вот как-то так Подальше Да, от Лондона Но Вот типа Что-то того 3% уклон Давайте Чуть поменьше Сделаем Чай Я это все Исправлю Тоже Момент Блин Никак не получается Да, поменьше Ну, так Я думаю Что норм Тут соединение Так, 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 так Так, 2% Это нормально Приемлемо Здесь есть Хоть один человек Который знает Или слышал О вселенной Вархаммер 40 тысяч Ну, я слышал Конечно же О этой вселенной Очень известная Так, тут тоже Хочу проложить Путь Еще один Такой второстепенный В сторону К вот этому мосту Тут расстояние 95 километров Так что Приблизительно Я на 77 Проложу путь так И потом еще Соединю здесь Это для того Чтобы тут тоже Можно было построить Станцию обслуживания И дальше Я из Лондона Пустил еще один путь Вот куда-то уже В Дувр Будет очень удобно Так что-то Денежек у нас Маловато Что за игра? Игра Railway Empire Игра вышла год назад Уже 4 DLC В ней заехало Но из-за того Что есть определенные Особенности Которые меня Лично в этой игре Бесят Поэтому Я ее не снимал И вот хочу вам На стриме показать Что именно Она из себя представляет Сделать определенные Выводы по поводу нее Ну ближе к концу Правда их получится Сделать уже Когда вы увидите Почти полностью все И тогда уже Что-то будет понятно Так тут у нас Так есть Есть И башня обслуживания Есть Да В Брайтон Нужны будут свиньи Поэтому я его соединю Со свиньями И с Дувром Но это чуточку попозже И конечно же Локомотивчик Нужно сразу добавить Кстати исследование Пока что ничего такого Мы не можем исследовать К сожалению Нужно ждать Пока будет Три звездочки Поэтому Это мы закрываем И сделаем Сейчас новый локомотив Новый поезд Да закройте же Какой-нибудь меню Новый поезд Добавить локомотив Опять же Джон Бул Потому что Мне тут важнее Скорость А не грузоподъемность Купить Так все Закрываем Настроить путь Какой более свободен Второй В Лондоне И в Брайтон Мы его привозим Куда-нибудь сюда А ну больше Никуда и нельзя Делаем тут соединение Наверное я сделаю Тут более серьезное Соединение Чем Я это делаю обычно Для того чтобы Можно было пустить Как-то вот так Вот рельсы В сторону свинеть Ну что-то в таком Вот Хотя может быть И не стоит Знаете Пусть наверное На один путь Приходит поезд В Брайтоне Я сейчас совсем Слегка это Исправлю Слежу за твоим каналом Грамотный подход Приятно смотреть Спасибо большое Как-то так пойдет На будущее рельсы Это я временно Проложил Чтобы приблизительно Прикинуть Как чего А тут конечно же Соединение такое Да Есть Все так поезда Будут немножко Поинтереснее ходить Правда 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 Хотя нет Тут такое соединение Норм Прокатит Прокатит Более чем И даже башню обслуживания Тут тоже можно поставить Будет Где-нибудь на таком расстоянии Все Огонь Этого хватит Так Что там у нас по деньгам 70 Ух ты Много денег Да Давайте я чуточку замедлю Скорость игры А еще я хотел в Дувре Построить станцию Давайте ее построим Сразу Вот так Ну да Тут вариантов Как бы Немного у нас В Дувре Как-то Так Пусть стоит станция Так Пять тысяч И надо ждать Пока что прибавятся деньги И Давайте вот так вот На Лондон Наведу Мышечку Будем потихоньку Следить Затем Что тут происходит Интересно же Все таки Правильно Так У нас появился Новый Новое исследование Нет Еще не появилось Персонал новый Проводник Иди куда-нибудь Все Огонь И еще бандит Да у нас появился И посредник Ну ни на кого из них Денег у нас не хватает Поэтому давайте следить И знаете что Я сделаю небольшую паузу А пока тут игра идет Я сам Исчезну Буквально на пару секунд Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому В Лондоне возникли какие-то трудности И да Я уже вернулся Сейчас только посмотрю Что это за трудности такие Ага Это на меня кто-то натравил Видимо журналист противного Ох уж эти журналисты Так еще одна что ли Лондон встает в пузу Кошмар сколько А И да Я кое-что придумал по вебке Пока тут сидел Я могу Чуточку ее Наверное подрезать Совсем самую малость Например Вот сверху Да Если я обрежу То будет немного поидеальней Чем раньше Типа вот так Мм Как вам Все Закрываем Думаю можем продолжать Денежек поднакопилось Немножко пока я отходил Проценты мы все еще выплачиваем За наш кредит Вот так вот ребят С кредитами конечно тяжело Но они помогают Я хотел соединить Где-нибудь вот тут Эти две Ветки Когда Хотя бы примерно Новый сезон по Ситису Только пришел на стрим Ну приблизительно Это будет Февраль Март Где-то так Точно не скажу Потому что мне еще нужно Кое-чего обдумать По этому прохождению Там не все так просто Есть хорошие идеи Но нужно подумать Как их лучше реализовать Как-то так 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 здесь у нас Едет 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 Вроде бы как Все нормально Я не вижу тут Никаких ужасов Да это поле исчезнет потом Мостик Можно немножко Подешевле тут построить Если я протяну его В более узкое место Да Немножко сэкономим По наклонам 2% 2% Много процентов Другими словами Давайте попробуем Если я подниму То тут будет 0% А там как было 2% Так и останется Ну давайте 0% Правда очень дорого Начинает С строй Ну давайте Вот 1% Это что-то среднее По деньгам Получается И здесь 2% Это Давайте я поставлю Тут точку О не-не-не-не-не-не-не-не-не-не Сейчас попробуем Тут еще что-то Порегулировать Нет Тоже плохая идея Пусть вот так вот будет 1% 2% Это нормально Ну думаю Что ждем Денежек Ждем денежек И строим этот путь Вроде бы Как тут вопросов По нему Больше никаких нет Лучше Никак не протянешь Может быть Немного Можно сдвинуть Ну все нормально Строим Качегар новый появился Давайте нанимаем Конечно же обоих Нанимаем куда-нибудь Открылся наконец-то 3 Трехзвездочное Мне изменение Какое-то Могу выбрать Из Увеличение прибыли От перевозки посылок На 3% Увеличивать тяговую Мощность на 4% Уменьшать стоимость Строительства путей Ну Все Везде хорошие очень вопросы Товар на пассажир Во давайте В сторону товарно-пассажирского Идти поезда Увеличиваем тяговую мощность И теперь я открою Сразу вот этот поезд А наверное Скорый вообще пропущу Потому что я не люблю Скорые поезда Их слишком редко Можно использовать А вот товарно-пассажирский Это прям топчик Прям вообще огонь Поэтому в сторону них Конечно же Буду идти развиваться Не На этом аукционе Я не могу Хотя подождите Могу Да закройтесь Триша Джонс Это что шахтный ствол Не давай До свидания Мне не интересует Шахтный ствол Технология Ни о чем Персонал еще какой-то есть Рекламист Ну давайте Опять же В Лондоне Да Немножко прорекламируем Окей И да Я знаю Что я не сделал поезда До сих пор Ниоткуда-никуда Ну я имею ввиду Лондон Да там и так далее Вот эти вот города Надо обязательно сделать А нет Есть кстати Из Лондона Я в Брайтон пустил Давайте теперь Из Лондона Пустим Только после того Как я построю башню Обслуживания А она и так есть В этот В Дувр Я еще подумал о Дувре А слишком далеко Тут поездам кататься Надо здесь тоже сделать Соединение более крутое Чем обычно Приблизительно Так Окей То есть тут Дело в том Что поезда будут приезжать С нескольких направлений И от ферм от разных И с других городов Поэтому лучше тут сделать так Все-таки Мы не сильно много Потратимся на такие изменения Но зато будет намного Эти тетнение в ту сторону Как тебе поменять Все И башня обслуживания Тут тоже будет стоять Еще одна Все шикарно Теперь из Лондона Пустим в Дувр поезд Я думаю что Нет новый у нас не получится Ну Ну в смысле Совсем уж новый Поэтому все еще Тот самый Джон Бул Ставим его из Дувра И прямиком В Лондон Вот сюда На какой путь Более свободный Вот на этот Все нормально О Спасибо Не захотел Принять участие В проекте Всем сетюрим Пока или не приглашали Честно говоря Я не знаю О ком проекте идет речь Так что Наверное Не приглашали Ну По логике вещей Так Как мы можем тут Проложить Поезда Сейчас так Я из Лондона В Дувр сделал Правильно Давайте проверим На всякий случай По моему не сделал Да Наверное не сделал А что это я так Срок Погашения Облигации Я что-то не понимаю Настроить путь А Немного я что-то Тупанул Наверное При строительстве Железной дороги Все окей Теперь вроде бы Все Давайте я проверю Нет ли еще Каких-то фейлов Дувр Лондон Да Все правильно Дувр Лондон Единственный поезд Есть Проводники Кочегары Давайте устраивайтесь На работу Больше никого нет Всем привет Ребят Кто только пришел Есть гайд Как правильно Строить железную дорогу В этой игре Ну Как правильно строить Прокладываешь Наиболее дешевый путь И наиболее ровный С точки зрения Перепадов высот Да То есть нужно баланс Какой-то сдержать Наверное Стараться так Чтоб не больше Трех процентов По перепаду высоты Было Ну и максимально Дешевый путь Между городами В города Нужно Завозить те продукты В которых они нуждаются В данном случае Это свинди Например Брайтон Я сейчас буду прокладывать Как раз И соединять города Между собой Как можно больше Ну вот В общем-то Это и все Больше ничего Идеально Да Смотрите Становится Такая средняя станция Здесь Отлично Так тут кусочки Я удалю Железные дороги Вот так И теперь Вот этой вот башенке Легко будет понять Как мне протягивать Видишь Например Этот путь Он дорогой Из-за того Что он идет С мостом Через реку 331 километр Лучше Немножко его Сильнее закруглить Ну Само собой Чтоб он сквозь ферму Не проходил Конечно И вот смотри Уже намного дешевле Получилось Еще и короче То есть игра Не всегда предлагает Идеально какие-то варианты Уже сам там Поправляешь Плюс-минус Как тебе кажется Более логично И оно будет работать Все Покупаем тут поезд И это будет у нас Уже чисто грузовой Именно в этом месте Так Тут соединение Сделаем такое Давайте Сразу Пока не забыл Так Новый поезд Хотя Знаете что Наверное Мы сделаем В этом месте Хотя у нас тут Такая штука есть Со стрелками Хорошо бы как-нибудь Встретиться За чаем Давайте еще Одни стрелки Сделаем здесь Прям на выезде Из станции То есть я тут Сейчас немножко Удалю Почему так Потому что тут Будет много поездов Курсировать И им нужно Как-то между собой Разъезжаться И я боюсь Что если я сделаю Мало таких разъездов То они между собой Не разъедутся Никак Да Реально Непросто Если честно На станцию Вот не уверен я Что стоит Прямо здесь Делать Но вроде как И мест Лучших то и нет 85 километров Давайте я сделаю Максимально длинный путь 100 километровый Чтобы поезда Подальше разъезжались Чтобы Ходили нормально Я забыла Какая игра У парадоксов Самая последняя Ой Самая последняя По-моему BattleTech Или как-то так Я не уверен А не много игр Выпускают И не во все Из них я играю Поэтому Затруднее сказать Но Есть Скажу Что очень скоро Выйдет Новая стратежка От парадоксов Я ее очень жду И скорее всего Ее прохождение Будет на канале Я ее уже пытаюсь Выпросить Разработчиков Но они говорят Пока что еще Никому ее не дают Ну хотя уже По ней Определенные материалы Найти можно Что это за игра Говорить не буду Сохраню интригу Так башни обслуживания Я думаю еще одной Тут не нужно ставить А вот Что стоит сделать Так это добавить Ремонтные станции Тут Тем более что Они у меня Саботажник Да ладно Ну-ка конечно же Саботажника Наймем Давай в Тришу Джонс На станцию Ливерпуль Отлично Что делает рекрутер А у меня денег на него нет Ничего не делает Так сюда нужно купить поезд Новый поезд Добавит локомотив грузовой На этот раз Потому что он будет Возить исключительно груз Не было большой необходимости Но раз ты так думаешь И на эту станцию Огонь Отлично Так что там в комментариях Творится Да ребят Всем привет Надо же Еще до сих пор Люди подходят Не надо наш мир Уничтожать Ну-ка давайте посмотрим О Загрузка яблочками пошла Полным ходом Все поехал Сейчас на предприятие привезет И все будет отлично И кроме того От этого предприятия Еще нужно протянуть Дополнительный путь Вот в эту сторону Причем я где-то Соединение сделаю Ну где-то здесь Наверное Почему там Чтобы поезда нормально Тоже везде разъезжались Вот так Ой клон целых 3% Да ладно Че так много Ну-ка если мы уберем 2% А если немного подвинем Блин Жесть Почему такой сильный уклон Так вот Есть 2% Словил по-моему И отлично Оно как раз в обход Фермы работает Так что Это мы покупаем Не забываем Ставить семафоры Которые по направлению С Лондона и сюда Только направление Меняем Да Чтобы поезда тут нормально И разъезжались И проезжали Наверное Стоило немного побольше Тут расстояние сделать А тут Ну ладно Пусть будет так И здесь еще одно Соединение Ближе к станции Да Немного можно конечно Подустать от этого Соединение семафорами Я не сильно к нему привык О Новый товар На пассажирский поезд Который я как раз Прямо сейчас и использую Шикарно Джервис Супер-супер-супер Люблю такие моменты Добавить локомотив Причем этот Джервис Он мощнее даже чем Дервенд Который я покупал В прошлый раз То есть он мало того Что товарно-пассажирский Он еще и в принципе Мощнее чем даже грузовой Старого поколения И дешевле чем он Поэтому конечно же Настраиваем путь Из вот этого городка На ферму Именно грузовым поездом Вот сюда Ну вернее Товарно-пассажирским Потому что он мощнее Чем грузовой оказался Чем более старый грузовой Поэтому окей И еще один поезд Сразу же добавляю Новый локомотив Джервис Да Тоже Прикольный поезд Общий огонь А загрузка Наверное давайте на вот этот первый Пусть приезжает Мне кажется на нем все-таки Меньше будет загрузка Немножко И здесь вот так Все Огонь Отлично Персонал Три человека Нанимаем сразу Зазывало Давайте Удобство Сделаем Зазывало Все Пусть зазывает Отлично Исследования Даже еще мы можем поисследовать Ну можем скорый поезд открыть Но я не вижу в этом Никакой ценности большой Увеличивает количество пассажиров Выезжающих из городов С ваших станций На 4% Давайте Почему нет И сразу следующий Еще один товар На пассажирский поезд Который правда Не намного лучше Чем предыдущий Но Ладно В любом случае Он Он неплох Он неплох А потом мы вот так вот Вокруг пойдем Наверное Как-то И откроем уже Вот этот вот Окрытый вагон Ну или может быть На аукционе На каком-нибудь купим Одно из двух Только пришел Можно кратко Что изменилось В смысле Все изменилось Я начал только Вот проходить Эту игрушку Лондон Поворачивается спиной Это же Кто-то нанял Журналиста Против меня Ой Что-то деньги Смотрите Как рекой полились Ой Да нам нужно Развиваться поскорей Деньги то есть О Кембридж Смотрите Как развился Я как-то упустил Этот момент Что в нем Теперь требуется Нужен твид Чтобы дальше его развивать Ребят Напишите в комментариях Кто знает Что такое твид Я безграмотный Очень Не понимаю Чего от меня Игра хочет Твид Ну по-моему Шарфики какие-то Да Типа ткань А где он тут Вообще может Производиться Так Момент Я наверное В любом случае Это куплю Потому что Оно стоит Целых 3 звезды Для открытия И короче Это дорогая Технология Очень И это мне Уменьшит Строительность Стоимость строительства Путей Отлично Отлично Супер аукцион Вот этот Выучился Прям вообще 10 из 10 Ух Получается что Я даже мог Наверное Не исследовать Там поезд Один Ну пусть будет Так Ладно Давайте подумаем Это вид Задание Инструкция Компания Давайте Может быть Во Кстати Еще один Такой нюанс Есть Я его не показывал Мы можем покупать Акции На определенные продукты Непонятно Правда Что это дает Я не сильно разобрался И можем покупать Акции Компаний Своих конкурентов Ну например Кто тут Сильнее развился Мне кажется Что Триша Немножко Помощнее Конечно Будет Давайте посмотрим Как каждый из них Развивается Кстати нет Объем перевозок Протяженность путей Но сейчас Более бурное развитие Идет у Беатрис Но Неважно Давайте купим Денежек у нас Хватает Давайте на сумму Где-то в 250 тысяч Купим акции О 5% Шикарно Купил 5% Акции Другой компании Акции В свободном обороте 5% Давайте наверное Угу Угу Окей Мои акции Никто не покупает Хотя у меня Рост неплохой Тоже Наверное Но обратите внимание Что стоимость Компании у них повыше То есть я немножечко От них отстаю Нужно увеличивать Немножко Обороты мои Шпион Давайте Давайте На Тришу Джонс Тоже Будем технологии Новые тырить Шерстяная ткань Твид Это шерстяная ткань Окей Значит мне нужна По всей видимости Шерсть Да Вот например Овечья шерсть И возможно В каком-нибудь Из соседних городов Я найду Производство Твида Я могу просто Мышкой наводить На города Но Честно говоря Я не вижу Нигде Прям Шахтный ствол Я украл Ну Технология Неважная Напоюсь будет В любом случае Полезно Я просто Не вижу На карте Нигде Этот Твид И поиска По карте Тоже нигде Нет Никакого Проводничок Новый Давайте Нанимаем Компания Задания Плохо Что нет Нигде Поиска По карте Всяких Мелочей Депо Нет Это все Не то Постройка Зданий Снести Реально Ни в какую Не могу Найти Овечья Шерсть Объясните Что происходит Только пришел Строй Вот свою Компанию Железнодорожную Еще один Проводник Как вы Быстро Начали Лететь Вообще Никак Нельзя Посмотреть Я может Быть Не до Конца Разобрался Но по Моему Все Таки Никак Нельзя Посмотреть Где Продается Этот Вид На Карте Это очень Плохо Это значит Что я пока Что не могу Дальше Развивать Кембридж Но зато Лондон Немножко Подрос Уже По сравнению С тем Что Было И Наверное Так Саундгемптон Чего у нас Яблоки Нужны В Саундгемптоне Объясните Что происходит Пока что То ли нет Комментариев То ли у меня Чат завис Не Все нормально Может быть Эта ткань Где-то Производится И шерсть Я вот тоже Об этом думаю И я смотрю На города Просматриваю Каждый из них Но нигде Не вижу Чтобы На каком-то Из них Производилась Шерсть Причем У конкурента По-моему Тоже нет Нигде Вообще Нигде Ничего Даже И близко Похожего Нет Хм Странная ситуация Просмотрел Всю карту Я нигде Не вижу Нужный Мне ресурс Ни в одном Из городов Вообще Нигде Нигде Может быть В Ирландии Где-нибудь Давайте Ирландию Еще посмотрим Да Смотрите Вот Джериси Да Отлично Вот Ткацкая Фабрика Дери Городок Называется Ну Окей Я конечно Нашел Но Я не могу Сказать Что меня Это радует Как-то Это прям Жестко Сильно То есть Остается Надеяться На то Что в Каком-нибудь Из моих Городов Такая Ткацкая Фабрика Тоже Возникнет Иначе Как-то Получается Но вообще Нехорошо Может быть В Лондоне Кстати Он скоро Вырастет Как раз И Может быть В нем Эта фабрика Откроется Но пока У нас Вот есть Производится Где шерсть И к сожалению Нет где Производилась Бы Твид Из этой шерсти Не-не-не Шерсть Бесполезно Отправлять Потому что Вот тоже Отличный пример Вот тут был Что Вот в этом Городе Дери Да Есть фабрика Как раз Такая Которая Мне Нужна Она Перерабатывает Овечью Шерсть На Твид И именно Такую Фабрику Мне нужно Искать У себя На моей Части Карты Потому что Ну сюда Я никак Не доберусь Но К Превеликому Сожалению Я Такой У себя Не вижу Вообще Нигде И Такое Случается Да Ничего Не Поделаешь Качегар Давайте Нанимаем Новые Технологии Это Вот этот Поезд Крутой Товарно-пассажирский Давайте Учить Так Здесь Нам Нужна Свинья Если Свиньи Поблизости Есть Давайте Сделаем Здесь Соединение Че Не повезло Так И Вроде Тут Можно Ограничиться Маленькой Станцией Возле Этого Предприятия Но Тут Ничего Больше Не захвачу Так Что Давайте Аккуратно Повернем Даже Наверное Тут Лучше Внизу Как-то Так Блин Я знаете О чем Подумал Тут Мы Могли Бы Сделать Склад В принципе И Не Пользоваться Поездами Давайте Наверное Я так И Сделаю Да Денежек Потратил Конечно Много Но Ничего Страшного То С чем Моя Идея Склад Системы Семафоров Это Прям Так Можно Длинный Можно Простой И Вот Этот Склад Он Покроет Сразу И Городочек У Меня И Город И Вообще Ну Наверное Как-то Так Но Это Не Точно На Самом деле Вот За Складами Я Не Сильно Разобрался Но Вроде Да Вот Видно Что Соединение Между Ними Есть И Сейчас Пойдет Даже Снабжение Уже Определенное Так что Тут Все Отлично Может Есть Таблица Фабрик Разных Да Я Вот Тоже Ее искал Так Да 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 И К сожалению А вот Приток Товаров Можно Посмотреть Наверное Да 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 Есть Есть Просто Как-то До него Нелегко Добраться И Вот Мне Стрелочка Даже Показывает Что Твид Есть Только Здесь И Все И Все Больше Стрелочек Вид Вот Только Здесь Есть Одна К Превеликому Сожалению Твида Больше Нигде Нет Ну По крайней Мере Мы Это Выяснили И Можем Не париться Так Еще Один Шпион Давайте Давай На тришу Отлично Много Шпионов Я Люблю Шпионов Так И По Вот Этому Городу Используйте Склад Чтобы Перегрузить Товары С одного Поезда На другой Для этого На пути Этих Поездов Должны Находиться Склад И Станция Для Работы Склада Необходимо Выбрать Его И указать Товары Которые Он должен Принимать Ну Давайте Склад Сохраненные Товары Ну Как-то Так О Поезд Новый Следовал Какой 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 Что-то Я не вижу Его А Вот Этот GM American Ну Окей Окей Это Мне Поможет Вниз Сюда Уйти И Исследовать Вот Эти Нижние Технологии Хорошо Наверное Странно Поступил Со Складом Ну Ладно Станция Походу В любом Случай Нужна Тут Вот В этой Части Честно Горее Не до Конца Разобрался В этой Игре Для Чего Нужен Этот Склад Нужен Ли Он Вообще Ну Пусть Будет Я Сейчас Просто Так Сделаю Посмотрим Как Оно Будет Там Снабжаться Это Все Дело Путь В любом Случа Я Хоть Какой Нибудь Да Проделаю Да Дорого Придется С мостом Делать Но Ничего Не Поделаешь Как Это Так Что-то Из Разряда Безумия Да Хотя Постойте Ко Постойте Ко А если Я Сделаю С другой Сторон Выход Это Наверное Еще Более Тупо Ладно Черт С этим Складом Короче Пока Что Без Него Попробуем И я Хотел Проложить Путь Вот сюда В Кембридж Даже Не только В Кембридж А вот Еще И сюда Куда Нибудь Пусть Заезжает Мой Поезд Почему Не можешь Ага Кстати Как вам Музыка На заднем плане Не знаю Слышат вам Или нет Давайте Может быть Погромче Сделаю Может быть Сам смогу Построить Да Да Может быть Сам Но Пока Не предвидится Такая возможность У меня Блин Какой тут Резкий Склон Давайте Попробуем Чуть ближе Подвинуть Может быть Это мне Немного Поможет Ага Да Уже Помогло В таком Случае Строим Вот так Это Наверное Даже Позволит Немножечко Где-то Сэкономить В чем-то Но Не сильно Давайте В таком Случа Даже От обратного Пойдем Начнем Строить С Кембриджа Так Тут Железная Дорога У меня Проходит Так Давайте Этот кусочек Мы удалим На паузе Я немного Перестрою Тут в принципе Соединение Так Расстояние Где-то Такое Я вот Сколько играет Так и не научился Определять Какие расстояния Нужно ставить Для того Чтобы Адекватно Работали Вот эти Всякие Переезды Но Пусть Пока Что Будет Все Норм Симафоры Да Ребят Всем привет Кто только Пришел Вижу Что еще Народ Подтягивается Даже Какой-то На стрим Удивительно Я не думал Что эта игра Такой интерес Вызовет Но Да Кто думает Будет ли По ней Прохождение Нет Прохождение Не будет Я сейчас Вот эту Карту Закончу Просто Обсудить С вами Что тут Почем В ней И какие-то Выводы Сделать Уже Ближе К концу И мне Теперь Нужно Вот туда Построить Ответвление Какое-то Тут Молочная Фабрика Это вообще Не в тем Если честно То есть Она Вот Ни туда Ни сюда Ну ладно Давайте так Строить В объезд Молочной Фабрики А там Потом Разберемся По По мостам По всяким 2% Уклон Тут 1% Огромные Всякие Конечно Перевалы Но нормально Так И теперь Как-то тут Нужно Аккуратно Тоже Соединить Можем Где-то Вот отсюда Начинать Строительство Ну Игра Уже И сама По себе Не хочет Тут мосты Строить Все Хорошо Этого Мне хватит Семафоры Так Это Чтоб Поезда Понимали Можно ли Проезжать Туда Дальше Хотя Опять же Пока что У меня Поездов Не так Много Между Станциями Ходит Поэтому Это Скорее Задел Такой На Будущее Все Нормально Питер Боро Тоже Соединен Вот Что Делать С этим Соединением Вот Тут Наверное Из Кембриджа в Питерборо, и из, наверное, Лондона в Питерборо, и из Оксфорда в Питерборо. Короче, куча поездов. Давайте их строить. Для начала проверю, если там интересные поезда у меня не открыты. Ли. Товарно-пассажирский Дженни Линд. Хороший поезд, давайте его делать. Дженни Линд, товарно-пассажирский, да. Настроить путь из Кембриджа. Вот с этого пути. Питерборо, да, отлично. И да, я вижу, что тут стоит соединить, наверное. Вот так. Теперь дальше еще один поезд, добавит локомотив, тоже этот же, только теперь уже из Оксфорда. Это позволит городам сильнее разрастаться со временем. Так что, что, что за вопрос? Оксфорд Питерборо ожидает свободных путей. Хорошо, там сейчас поезд приехал, просто грузится, и это нормально, такое бывает. И последний поезд из Лондона. Кстати, в Лондоне я смотрю, что, наверное, уже пора нам увеличивать станцию. Очень много поездов у нас тут ездит. Давайте расширяем. Вот так. Все, теперь такая крутая станция, модная, мощная. Но, правда, построилась она немного не так, как мне бы хотелось. Ну, ладно. Уже как построилась, так построилась. Давайте как-то вот так мы ее проведем. Восемьдесят пять. Да, где-то вот тут, на восьмидесяти восьми. Это строим. Тут же где-то хочу сделать соединение между этими двумя стрелками. Эй-эй-эй, не-не-не-не, не здесь. Так. Угу, так просто не строится. Окей. Короче, как-то, наверное, аж так мы будем делать. Ага, тут так не получается, к тому же. В общем, тут вообще все очень непросто теперь получается. Надо немного перестроить тут эти развязки. Не хочется прям сильно менять, конечно. Но немного придется. Иначе у нас ничего хорошего с этого не выйдет. Так, сейчас у нас четыре пути, да? Я пытаюсь просто понять, как мне тут сейчас делать соединение. Хочу сделать две по две. Давайте начнем с самого простого, с вот этой стороны. Тут прям нужно немного призадуматься над тем, как оно тут будет соединяться. Так, тринадцать километров норм. Так, норм. Дальше. Введем эту дорогу. Где-то километров, наверное, на тридцать. Этого будет достаточно. Хотя нет, не так. Блин, реально, вот чего-чего-чего-чего, нужно реально, как бы, призадуматься серьезно. Давайте так. Тут в любом случае у нас будет соединение, да, какое-то. Покупаем. Потом там стрелку нарисуем какую-нибудь. Дальше. О, какая жесть. Делаем соединение где-то здесь. Так, что тут еще место должно остаться какое-то. Давайте с обратной стороны пойдем. Так, где мы можем начинать строить? Вот тут. Так, небольшое ответвление. Так, и пошли вот сюда куда-то потом. Допустим. Так, пока я вот это построю. Косок небольшой. И теперь мне будет понятно, где я могу делать соединение по вот этим двум железным дорогам. Не знаю, какое-то просто безумие происходит сейчас. Так, все, есть. Теперь здесь. Во, отлично. Это я смогу так соединить. С вот этими большими станциями у меня есть небольшая проблема. Пока что еще путаюсь. Очень непросто мне рассчитать, как там оно должно правильно функционировать. Давайте даже подальше возьмем, наверное. На расстоянии 30 километров ровно. Чем можем вот где-то тут 35. Нет, а так оно не хочет. Пам-пам-пам. Тут тоже пойдем отобратно. Я просто хочу приблизительно в том же месте построить соединение, что и на той железной дороге. Но, наверное, так не получится. Короче, будет как-то так. Все, теперь у нас что-то есть. Что-то есть. Давайте тут так. Семафоры поставим. Вот такого типа. А вот тут уже у меня будет идти двустороннее движение. По вот этим двум веткам. И тут то же самое. Ну, то же самое, только наоборот. Так, здесь очень легко запутаться вот на таких станциях, если честно. Но вроде бы как ни в чем не запутаться. Да, и станции уже с готовыми семафорами, но, короче, как-то так. Построй сам в городе предприятие. К сожалению, это не всегда доступно. Например, если возьмем Лондон, да. Я могу построить только аж на следующем уровне. Вроде бы как. Вроде бы как. Я могу покупать готовое предприятие. Но третье я... И только третье я уже смогу строить сам на пятом уровне. Как-то так. Все, поезда заходили снова. Вроде бы как даже должны нормально работать с моей системой. Ух! Да, я хотел купить локомотив. Я не знаю, купил я его или нет. Ну, что-то я начал строить. Смотрю. Вот новая железная дорога. Давайте добавим локомотив. Купить. И настроим ему путь из Лондона с новых вот этих двух путей. Аж вот в этот дальний город. Питербора. Все, огонь. Ох, жесть. Давайте проверим. В Питерборо какие поезда у меня ходят. Должно быть три. Раз. Два. Так, нет. Сверху начнем. Что-то я перепутал. Раз. Два. Оксфорд Питерборо. Подождите, что-то не хватает. Лондон Питерборо. И Кембридж Питерборо. Все, нормально. Изобретатель. Беру, 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 беру. Это он деньги... Он нам деньги обменивает на очки науки. Это очень важно. Журналист. Давайте на Тришу нападаем. Главный инженер. Нет, кочегар, проводник. Это все мы покупаем, нанимаем. Кому-то кажется, то, что включена вебка, именно там, где она включена, тупость. Я считаю, что это весело и прикольно. Трудности в Ливерпуле. Так уж плохо, что о моей компании теперь все говорят. Фух, все. Вроде бы как настроил. Тут очень даже не слабо. Давайте перепроверим еще, что там по ресурсам. Нигде ли не появился у нас твит на нашей половине карты. Нет, стрелочка пока что только там, к сожалению. Кстати, а в Лондоне нам что нужно возить еще новое? Я забыл. Дерево, во. И, кстати, поставки в Лондон дерева есть. Почему? А, а вот смотрите, благодаря тому, что я вот тут поставил эту станцию, которая соединяет и яблоки, и дерево, тот поезд, который в Лондон раньше возил яблоки, теперь он возит и яблоки, и дерево. Прикольно, удобно. Ух, ну, как-то так, короче, получается. И значит, что, ребят, я, наверное, вот этот стрим буду заканчивать. Давайте осмотрим, как у нас все получилось по карте. То есть, смотрите, это был полуторачасовой стрим. Полторачаса, да, всего. И то это я часто отвлекался там на комментарии почитать еще на что-то. И я железной дорогой просто половину карты исполосил. Ну, по крайней мере, свою область вот эту. Оставшуюся половину исколесил, пожалуйста, как ужасно, причем исколесил с такими вот переездами страшными. Мой конкурент один, и еще одну половинку мой конкурент другой. За три часа получается так, что полностью вся эта карта будет истроена. Даже, наверное, быстрее, потому что мы начинаем быстро зарабатывать деньги со временем, и прямо оно летит, 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 летит. И я считаю, что в этом самый большой минус этой игры. Дело в том, что она, уровни в ней слишком короткие. Карта слишком маленькая, и масштаб между городами, масштаб относительно городов, размера городов и расстояния между ними, то, как далеко рельсы нужно тянуть, и масштаб городов по сравнению со станциями, он в этой игре неадекватный. Именно из-за этого я считаю, что эта игра, к сожалению, немножко не удалась. То есть могло бы быть и лучше. Еще один нюанс, почему эта игра у меня вызывает кучу вопросов, это то, что, например, меню компании, да? Вот у меня, например, есть какая-то стоимость компании, там протяженность путей и так далее. Тут я могу посмотреть, в чем заключается стоимость компании, как я там зарабатываю, с чего за что, средний баланс поездов какой-то и так далее. Могу покупать акции других людей. Вот, например, можем даже еще докупить побольше на все деньги. Еще 9%. И получается, что единственная причина, для чего нужно покупать акции, это для того, чтобы провести потом слияние. Ну, сейчас у меня денег недостаточно, как бы да, но, в принципе, единственная причина, для чего покупать акции, это для того, чтобы получить контрольный пакет и в итоге произвести слияние. Никаких дивидендов, ну, по крайней мере, ярко выраженных, в этой компании я не вижу. Кроме того, нет личных денег у персонажа. Я покупаю акции за деньги компании, а не за свои. То есть оно мне написано, что, конечно же, мне принадлежат эти 14% акций, но по факту деньги я тратил с компанией, а не из своего кармана. Почему так это получается, это вызывает некоторые вопросы. Ну, и в итоге я считаю, что эта игра, несмотря на 4 DLC, которые вышли в течение прошлого года, она все еще немножко, ну, вызывает некоторые вопросы и недоумения в ряде своих механик. Ну, поэтому как-то так, прохождений у меня по ней не будет, но мне очень было интересно вам ее показать. К тому же, реально, после каждого DLC я заходил в эту игру каждые, не знаю, 3 месяца, и надеялся на то, что разработчики доработали вот эту масштабность игры, но, к сожалению, этого я до сих пор так и не увидел. В общем, мне как-то маловато масштаба, особенно на поздних этапах игры, когда деньги просто рекой льются, даже на минимальной скорости, и ты уже потом буквально за полчаса всю карту застраиваешь в реймсах, и она у тебя как бы работает. Поэтому как-то так, ребят. На этом стрим буду заканчивать. Могу еще почитать ваши комментарии, которые остались. Надо бы все поезда проиграть. Хорошая идея. Давайте напоследок выберу вот этот новый поезд, который универсальный, и заменить локомотивы вот этим... Нет, подождите, это не тот поезд. Самый крутой на текущий момент... Кстати, может его... Может он открылся уже? Нет, самый крутой на текущий момент это Дженни Лид. Товарно-пассажирский, с большой мощностью, и вообще универсальный. Поэтому давайте нанимаем последних людей. Идем в депо. Выбираем вот этот вот локомотивчик. Кстати, такой милый. И, кстати, именно он стоит у нас на заставке. Заменить локомотив. Заставки я имею в виду превьюшки к этой серии. И заменяем... Заменим, наверное, все локомотивы. Тем более, это не так дорого. Да. Все. Все локомотивы... Да, ставим. Как-то так. Так, дальше. Когда уже следующий стрим? Ну, стрим у меня по выходным обычно, поэтому ожидайте. Так, еще кто-то ставку сделал. Жесть. Ради интересного, поснимай Сим-Сити. Пока не планирую. Railroad Tycoon The Best. Я тоже так считаю, что Railroad Tycoon вне конкуренции. Но эта игра точно до него не дотягивает. Третью часть я имею в виду. Второй стрим, попытаюсь выяснить, будет ли продолжение протокола. Не будет, я об этом говорил в новогоднем ролике, послушая его, там ответы на все эти вопросы есть. Ну что. Выиграл аукцион, заменил поезда, вроде бы, давайте перепроверим. Да, все поезда теперь одинаковые. Теперь мы будем еще больше денег зарабатывать, тем, что поезда будут быстрее курсировать. Ну и на этом, думаю, что все. Спасибо большое, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки под видео, оставляйте свои комментарии, пожелания, и увидимся в следующей серии или на следующем стриме.